Всем привет! Меня зовут Азиза Раупова и это гимнастика с блеском. Мир гимнастики такой большой и иногда в нем очень сложно разобраться. И мы хотим вам об этом помочь. Сегодня мы расскажем, как правильно подобрать обруч. И в этом нам поможет генеральный директор компании ArtBlessk Татьяна Ковынева. Татьяна, здравствуйте! Азиза, привет! Татьяна, с чем у вас ассоциируется обруч? Именно по обручу можно распознать девочку, идущую на занятия по художественной гимнастике. Чем же отличаются обручи друг от друга? По бренду, по размеру, по мягкости, ну и по толщине бывают разные обручи. Я как тренер рекомендую покупать обручи в профессиональных магазинах, таких как ArtBlessk, где консультанты расскажут вам о разных видах обручей и помогут вам сделать правильный выбор. Если покупать обруч в непрофессиональных магазинах, часто он не подходит для художественной гимнастики, а создан именно для подвижных игр. Бывали случаи, что маленькие детки на тренировку приходили с составными обручами, либо с погребушкой. Очень многие заблуждаются, думая, что обруч необходимо подбирать по умениям, навыкам или даже иногда по возрасту. Конечно, нет. Исключительно обруч подбирается только по росту. Давайте покажем на примере. Кажется, нам нужна гимнастка. Обруч подбирается под тазобедренные кости. После того, как мы подобрали обруч, нам необходимо его подготовить к тренировочному процессу, то есть обмотать. Чтобы он был красивый, не скользил в руке, но и подходил к вашему купальнику. Но об этом мы расскажем в следующий раз. Кстати, обруч необходимо хранить и носить в чехле. Азиза, твои гимнастки тренируются с обручами новой маркировки? Нет, мои гимнастки пока не готовятся к чемпионату мира. Из-за этого обруч с новой маркировки нет необходимости покупать. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. До встречи в следующих выпусках. Сфотографируйте экран, чтобы точно не забыть, как правильно подобрать обруч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова